Доллары и евро Но 1 января будущего года Однако в Казахстане такой перспективой Довольны далеко не все Население считает, что это ведет к потере независимости Как экономической, так и политической Россия доля какая? 93 А нам поделили оставшиеся Таможенной комиссии Большее число россиян Меньшее число белорусов При голосовании, естественно Будут только российские Решения проходить Это же понятно Первым и основным инициатором объединения Введения единой валюты стал Нарсултан Назарбаев Без смены глава Казахстана еще в конце 90-х годов Прошлого века предложил, если не Евразийский союз То Центрально-Азиатский Назвать общую денежную единицу Алтыном тоже заслуга Лучезарного И даже сроки Илбасы еще 10 лет назад Определил жестко Я вовсе убился с руководством России Чтобы не выталкивали республики с единой рублевой зоной Сегодня, выступая на экономическом форуме в РАЗе Сказал о том, что к 11-му году мы должны прийти к единой валюте Если мы хотим сотрудничать по-нормальному Однако два других партнера Тройственного союза Белоруссии и Россия Не спешили кидаться в омут Назарбаева Но и задевать старца за живое тоже не гоже Всем известен его ретивый и обидчивый нрав В итоге переход на Алтын запланировали к 2025 году И вот теперь, когда Россия и Запад угрожают различными санкциями А экономику Казахстана намеренно душить девальвации Тенге Страны-партнеры собираются многократно ускорить темп интеграции По мнению экспертов, единая валюта призвана сбросить оковы зависимости от доллара и евро А также отточить торговые отношения между тремя государствами Какая из этого выгода? Ну, естественно, первое, что стоит отметить Это отсутствие курсовых рисков и сдержек транзакционных при торговле То есть у нас есть единая валюта Нет необходимости переводить свою валюту в валюту другой страны И обратно при таких отношениях То есть нет комиссии и упрощенный, скажем так, оборот и товаров Впрочем, стремление Назарбаева обзавестись Алтыном носит скорее расчетливый меркантильный характер Девальвация национальной валюты сильно подпортила имидж казахстанского правительства Обвал Тенге, как теперь известно, был неминуем Людям же Назарбаев откровенно врал Нацбанк тратил огромные ресурсы для искусственного поддержания прежнего курса Благодаря созданию мнимого благополучия республика оказалась в долговой кабале Сейчас под ногами елбасы не земля, а трясина Капиталы старшей сестры России лучезарному нужны как никогда Единая валюта для него, что спасательный круг Тут требуется опять-таки иностранный капитал И можно сказать, что как раз привлечение того же российского капитала Это один из вариантов проведения реформы по снижению доли госсектора в экономике страны Назарбаев понимает, что недовольствием в народе только нарастает Отсюда и все запрещающие законы последних лет Однако злить казахстанцев он все же боится Поэтому и хочет хоть как-то поднять свой рейтинг среди населения республики Объединение с Россией и Белоруссией позволит Нурсултану Абишевичу возглавлять Казахстан более длительный срок